Итак, несколько уроков. Мы опять подошли к шабату. Но первое, это не зря, потому что написано в кабале, что после каждого урока добавляется хэм, то есть приятность человеку. Очень важно, как-то хоть держаться за духовное. Даже иногда, когда ты еще не начал сильно идти в этом направлении. Знаете, был такой Франц Розенцвейк. Это был еврейский философ, живущий в Германии, который в молодости склонялся, как все там, в общем-то, к отрицанию иудаизма. В Германии это было распространено. Но по мере жизни интеллектуальной наклонности, побудили его, по крайней мере, изучить то, что он отрицает. Всегда люди ведь отрицают ничего, не разбираясь. Пошел в синагогу, испытал духовное перерождение, в дальнейшем стал изучать иудаизм, начал двигаться в этом направлении. Но мы о чем? Когда его спросили, вы возлагаете тфилим? Он сказал, еще нет. Понимаете, не нет, а еще нет. А связь между этими колоссальная, это разница огромная. Нет подразумевает, что я не делаю этого сейчас, не собираюсь делать в дальнейшем. Еще нет означает, что хотя в данный момент я чего-то не делаю, но тем не менее оставляю возможность открытой. Я надеюсь, что скоро придет время, когда я буду готов, например, сделать, к примеру, тфилим частью повседневной жизни. Еще нет. Это очень важный подход, который нужен нам. Это хороший подход. Потому что нет человека, который все достиг. Нам есть всегда куда расти, и мы всегда должны стремиться к покорению нового. Если мы в настоящий момент делаем что-то хорошее, нет причины не начать это делать завтра еще больше. Если мы чего-то не знаем, если мы, там, как, где-то еще не дошли, ну и что-то, мало ли что. Процесс. Процесс, он не быстрый. То есть, если вас кто-то спросит, например, возлагаете или филим там, или соблюдаете кашрут, или шаббат там, пожалуйста, ответьте просто пока нет. И это совершенно другое. Мы сегодня, вчера вечером начался Адар. Рожходыш месяца, точнее, Рожходыш месяца Адар. Я хочу сказать, что в этот раз Адар два месяца длится, шестьдесят дней. Говорят все мудрецы, что когда часть некошерного, меньше одной шестидесятой, шестидесятая часть убивает все, и некошерное попавшее в кошерное растворяется. Написано, шестьдесят дней Адара, это шестьдесят дней радости. С приходом Адара увеличивается радость. А шестьдесят дней растворить может любое. То есть у нас есть большая надежда, что эти шестьдесят дней наконец победят. Победят, и мы увидим улыбку наконец. Но, знаете, самим нельзя сидеть, написано, с печальным образом лица. Надо двигаться в Адаре, в Адаре надо начать улыбаться. Если ты улыбаешься, Адар тебе улыбается. Сегодня будет очередной великий шаббат. Мы этот шаббат шкалим. Это первая из четырех специальных глав, которые идут перед Пуревом, Пейсихом и так далее. Я имею в виду вставочки, которые мы читаем. Эти главы настраивают нас, написано, на духовное очищение. И сейчас сердце должно быть такое. Он должен выйти из Египта, человек. Ему дается сейчас, пока мы идем, очищаться и очищаться. Чтобы заслужить, мы должны быть в первую очередь показать ему наверху, что мы движемся, а не стоим. Написано, что одно из самых сложных вещей, которые человек должен себе исправить, это что? Это одна из них – зависть. И вот написано, что в главе шкалим, в которой мы сейчас будем читать шаббат, внутри, во время прочтения, почему все идут слышать должны, есть исправление от зависти. Есть формула нейтрализации зависти, исправление этого тяжкого духовного излома, была традиция выделять пол шекеля в храм, причем порядок пол шекелевого сбора, установленный Торой, отличается от всех других пожертвований в храм. Отличается тем, что ни богатый, ни бедный, все одинаковую монету. Это было все общее равенство перед Богом, и это лучшее лекарство от зависти. А вообще, вот мы все время говорим, Бог, Бог, мы не понимаем Бога. Бог, он очень, как бы, далеко. Бог, он в то же время рядом, как может быть далеко и тут же, мы не понимаем. Ну, что мы понимаем? Мы понимаем качество Бога. Написано, он милосердный, будь милосердным. То есть, сделай, как он. И первая заповедь, упомянутая в Торе, это заповедь шаббата. Написано, и закончил Бог седьмому дню работу свою, и отдыхал день седьмой от всей работы. Слышите? Отдыхал от всей работы. Из этой фразы мы видим, что первый, кто соблюдал шаббат, был кто сам Всевышний. Поэтому, если он соблюдал, нам-то хоть надо этому учиться. Хорошего шаббата, бархава, ацлаха, всего самого лучшего. Ходы штов.